Здравствуйте, с вами Георгий Асфацаторов, автор канала Академия цифрового учителя и образовательного сайта Дедактор. Совсем недавно я вам показывал любопытный видеоредактор FlexClip. Компания Permontane, оказывается, сделала и имеет еще несколько редакторов. Редактор логотипов и редактор графического дизайна. Эти небольшие редакторы значительно разнообразят вашу дизайнерскую деятельность. Итак, давайте посмотрим. Итак, конструктор PhotoJet вам поможет создать определенный дизайн своих изображений, сделать из них коллаж или даже редактировать фотографию, придать ей старину или что-то другое. Ну, в общем, вы сейчас все это увидите. Итак, первый вариант создать дизайн. У нас есть целый ряд шаблонов и в данном случае как раз вам и предлагается на основе какого-то шаблона создать свой какой-то неповторимый дизайн изображения. Вы выбираете такой вариант, который вам лучше всего подходит. Или создать какой-то плакат, или создать какую-то карту. Она как раз больше всего подойдет, к примеру, для какого-то своего слайда. Есть целый ряд других вариантов, которые помогут вам создать что-то свое неповторимое. Итак, когда мы выберем шаблоны, не подумайте, что их столько здесь. Нет. Их гораздо больше. То есть, если вы выбираете, к примеру, какой-то плакат, вам будет предложен еще целый ряд из них. Вы можете выбрать свой плакат, который вы уже можете использовать как основу для дальнейшей работы. Итак, мы выбираем, к примеру, такой плакат и начинаем с ним работать. Все, что у вас есть, имеется в виду здесь, вы можете изменить. То есть, в данном случае, если у вас, к примеру, имеется фото, эта фотография не ваша из шаблона, вы ее можете удалить и загрузить фото из своей библиотеки. То есть, загрузить фотографию, которая у вас имеется на компьютере. Это у меня уже в моей библиотечке данного сайта. И затем размещаем ее здесь. Итак, мы загрузили из компьютера и загружаем теперь нашу фотографию, которую мы разместим в данном плакате. Естественно, мы должны ее разместиться в определенном слое. Вы можете использовать как раз возможности работы с фотографией, ее обработки, увеличения, уменьшения. То есть, нам ее нужно разместить. Но для того, чтобы мы уже знали, давайте мы пока ее разместим за данным слоем. Выбираем вниз, чтобы она разместилась там, где нужно. А теперь мы можем, конечно, увеличивать так, чтобы она заняла все пространство. И, естественно, мы уже подвигаем, подбираем такой вариант, который нам лучше всего подойдет. Ну, а теперь два раза прощелкивая по тексту, мы можем вставить свои данные. Правда, хочу обратить ваше внимание, что, безусловно, в русской раскладке возможность выбора шрифтов и их разнообразия гораздо меньше. То есть, вам нужно долго подобрать то, что вам необходимо, то, что лучше всего подойдет для вашей разработки. Для вашего такой плаката, открытки или в данном году уже и визитки и так далее. Но все, что у вас есть, вы можете изменять, поправлять, вставлять, к примеру, вот такой логотип. Вы можете вставить, к примеру, свой какой-то и так далее. Итак, вместо того логотипа я придумал свой. То есть, вы можете загрузить фотографию какую-то. Но в данном случае я выбрал такой вариант без фона. Обязательно это сделайте, чтобы оно было более эстетично. Как видите, каждый объект можно тоже еще что-то с ним делать, изменять, увеличивать, работать со слоями. Ну и далее, конечно, работаем с текстом. Итак, когда мы ввели с вами все данные, лишние звездочки мы можем убрать. То есть, видите, здесь вы, допустим, у нас продолжение. Мы эту звездочку нажимаем, убираем. И здесь лишнее убираем. Итак, у нас уже такая своеобразная визитная карточка готова. Мы ее можем загрузить. Мы загружаем и тут же можем ее обозначить. Или фамилии, допустим, или просто записать что-то такое у нас. И можем обозначить формат. То есть, лучше мы знаем, что в PNG. И можем в бесплатном режиме, даже средний формат нагрузки, можем обеспечить еще, как видите, и прозрачный фон. Но в данном случае, у нас, видите, все заполнено. Он нам не нужен. Закачиваем, загружаем. И у нас уже готова наша фотография. Мы можем ее подписать еще раз. И у нас готово. Второй любопытный инструмент, это конструктор коллажей. И здесь мы тоже можем выбрать шаблоны. Причем, когда мы щелкаем создать шаблон, мы увидим с вами не только классические варианты. Но, к примеру, вариант 3D в объеме. Или какие-то смешанные варианты, там, микширование и так далее. То есть, видите, у нас различные варианты шаблонов. Мы выбираем какой-то из них. Мы тоже можем вставить, изменить текст. Как видите, в этих гранях мы можем вставить какие-то изображения. К примеру, я придумал раз пирамида. Мы можем с вами вставить в эти грани, допустим, Демокрита и Эвклида, которые как раз и много работали именно над идеей нашей пирамиды. Что-то такое. То есть, мы могли бы такое сделать. То есть, и такой вариант. Ну, видите, шаблонов много. Мы можем из них создать все что угодно. Ну, и так, давайте посмотрим различные варианты. Ну, не забывайте, здесь мы можем корректировать надписи. Итак, давайте посмотрим несколько таких образцов. Пожалуйста, здесь мы в виде пазла в 3D. Тут, видите, вариант, к примеру, выпуск. То есть, мы можем добавлять какие-то слова. Тут, видите, более сложный вариант. Но, опять же, на основе шаблона. Здесь то, что мы с вами сделали. Или, к примеру, мы готовимся. Вот, пожалуйста, к уроку. Можно представить так пирамиду. Или, к примеру, готовимся к Дню Победы. Мы можем подготовить такой небольшой блокад. Вот, к примеру, таблицу умножения. Мы вводим там вообще. Фактически ничего не нужно делать. Я просто изменил текст, название этой таблицы. И здесь, опять же, написал на русском языке. И, наконец, конструктор логотипов, который называется Design Evo. Итак, мы работаем с ним. Перед нами множество различных вариантов, шаблонов. И, естественно, мы можем, к примеру, даже начать с нуля. То есть, нам, естественно, важно сделать, создать свою неповторимость. Но и здесь у нас, разумеется, будет ряд вариантов. То есть, мы можем подобрать какую-то подложку. Мы можем вставить какие-то фигуры. Для того, чтобы уже в соответствии с нашей задумкой, допустим, мы создали какой-то сайт. Извините, какой-то логотип. Итак, к примеру, мы это создаем. Далее, мы можем выбрать какие-то иконки. Вставить какой-то текст. Если мы вставляем какой-то текст. Ну, давайте, к примеру, я выберу какой-то из вариантов жирного текста. И начинаем здесь вводить какие-то данные. Ну, например, это будет имя, фамилия, отчество. И где мы хотим создать такой авторский логотип. И это не значит, что мы будем только вставлять такие варианты. Мы можем и подготовить уже и цвет, и шрифт подобрать соответствующий. Мы можем, допустим, уже подготовить подстрочники, надстрочники. В том числе и можем уже подготовить с вами и вид данного текста. То есть нажимаем на эффекты. И мы можем с вами уже подготовить различные варианты. Допустим, этот текст изменить как-то. И это еще не все. Мы можем подобрать и вариант, как должна выглядеть. То есть, этот текст должен быть выглядеть или более разреженный. Или, допустим, видите, большая прозрачность, меньшая прозрачность. И, наконец, если мы хотим, например, разместить по кругу данную надпись, мы можем и это сделать. В данном случае, конечно, лучше подвести туда, куда нам нужно. Для того, чтобы уже разобраться, как данная надпись встанет уже сюда. И в дальнейшем подбираем уже какие-то иконки. Ну, в данном случае, вот, к примеру, это мы можем изменить. Уже сделать не таким, допустим, эти линии не такими мощными, а уже более такими полупрозрачными. Чтобы было видно лучше надпись. И в дальнейшем уже подбрасываем какие-то еще варианты, какой-то текст. Подбираем какие-то фигуры. Для того, чтобы разнообразить наш логотип. Ну, естественно, он должен быть вполне таким строгим. Не увлекаться различными фигурами. Но, обратите внимание, что у нас есть много вариантов для подготовки. То есть, есть какие-то оформительские вещи в виде баннеров, фигур и так далее. Ну, и, конечно же, мы можем воспользоваться логотипами. Нам это будет рациональнее. К примеру, вот по образованию. В дальнейшем мы все равно, мы можем их преобразовать. То есть, это не конечный вариант. Мы можем что-то изменить на этих слайдах. Ну, например, даже вот здесь мы выбираем, допустим, такой вариант. Мы можем его посмотреть, а затем изменить, как он у нас будет выглядеть. Итак, мы изменили с вами надпись. Мы можем, при желании, если нам эта иконка не понравилась, можем ставить какую-то другую. И уже у нас есть свой некий авторский логотип. Хочу единственно пометить о том, что в данном случае вы должны будете приобрести платную версию для того, чтобы загрузить к себе. Но в данном случае здесь тоже ничего страшного. Хочу вам показать, как вы можете это сделать. Просто включите режим просмотра, например. Вы увидите, как это может выглядеть, ваш логотип, допустим, на тех или иных вариантах документах. Даже, видите, на футболках и так далее. А вы просто можете увеличить, к примеру, этот логотип, щелкнуть print screen, то есть сделать скриншот и загрузить его к себе уже на компьютер. Итак, давайте посмотрим, какие мы могли бы создать с вами логотипы, вставив уже свои какие-то дополнительные значки. То есть, видите, есть различные варианты, которые мы тоже можем затем использовать в своей практике. Так, конечно же, есть резон воспользоваться маленькими такими конструкторами, которые помогут вам разнообразить свой или учительский, или школьный сайт. Вы сможете хорошо отредактировать фотографии, создавать коллажи и, разумеется, оформлять какие-то плакаты, открытки и многое-многое другое. Итак, не забывайте подписываться на канал Академия Цифрового Учителя, заглядывайте в плейлисты, там есть очень много любопытных цифровых инструментов, которые помогут вам в вашей образовательной деятельности. Удачи вам!